ну нахер отец ну ты видел видел мы были сейчас никого я здесь я здесь я здесь хожу с тремя нашими сотрудницами четвером я тебе звонил я тебе звонил девочки три наших девочки я тебе звонил на телефон выходи ты понял в этом пуля ушла за первое тогда если вы еще не видели то вот этот вот полицейский если так его можно назвать два дня назад в харькове охраняя станцию метро научная устроил стрельбу там никого там не было понятное дело а потом приехал туда тор и он еще и втор начал стрелять и вот они его задержали не буду утверждать то похоже что он чем-то там крепко обдолбался вот такие вот полицейские а теперь по теме продолжаем мы расскажем про майю бреславскую департамент внутренней безопасности национальной полиции у себя тут опубликовала пост фейсбуке и вот они пишут что на киевщине выкрыта группу полицейских яка сприяла у них невидповедальность водеев-порушники вот бла-бла-бла они там рассказывают что они вместе с дбр там из прокуратуры все это документировали и вот интересно что же именно делала эта группа реализованы спильники связадом килькома шляхами по-перше вносили недостоверні відомостей до информационного порталу нацполіції про закриття адміністративних проведений направляли на адреси заведомо підроблені постанови суду про закриття цих проведений затягували строки розгляду адміністративних справ та направляли до суду по закінченню по закінченню терміну крім того залучені до схеми окремі співробітники поліції за грошовую нагороду повертали водеям правопорушникам водійські посвідчення вилучені відповідно до рішення суду видавали права особам які не проходили навчання в автошколах або не склали іспити з водіння та надавали потрібні відомості з інформаційних порталів МПУ в этой схеме находились как действуючі сотрудники поліції так і бывші сотрудники поліції т.е. там вообще такая шарашка що так задокументировали как я говорил 90 фактів від внесення інформацій на інформаційні порталі по ст. 130 а також задокументировали ГБР задокументировало 38 фактів получення неправомерной выгоди ну т.е. взятки что интересно провели 18 одновременных обысков по местам работы и по местам жительства у фигурантов ой нашли как я уже говорил 60 водительских удостоверений там архтехнику 16 мобилок 10 банковских карточек я так понимаю куда сбрасывали денежки 100000 гривен 4000 долларов в принципе денег мало нашли это понимаю там гораздо больше и как я так себе предполагаю на кто-то из тех кого в общем таким вот образом развели деньги и сдал их и после этого их начали документировать и что еще хотелось дополнить вот я про это рассказывал 1 августа 2017 года мной лично генеральную прокуратуру Украины было подано заявлением о выявленных фактор массовых фальсификаций по ст. 130 тогда генпрокуратура на это все дело забила после этого отправила это все в прокуратуру города Киева а та в свою очередь отправила не в ДВБ а в патрульную полицию города Киева хотя у меня вот эти факты массовой фальсификации касались вообще всей Украины что я рассказывал на цифрах у меня там приложение было на 5 или на 6 страниц с номерами дел там с описанием во всей Украине это было как бы есть сейчас до сих пор остается они отправили в патрульную на полицию города Киева и великий юрист Дмитрий Евдокимов отвечая на мой запрос на трех страницах мне написал ответ цитировал мне нормы закона инструкции что как производится рассмотрение дела по 130 как заполняется протокол ну то есть зачем мне это знать это и так знаю а по сути он мне ответил одно что вот статистические данные которые я привожу его выражают причем выражают его только в том плане насколько много вообще фактов составления протоколов по 130 именно факты фальсификации его в общем-то не як невразовые и спустя лишь только два с половиной года меньше два года и два месяца они хлопнули вот такую вот группу представляете всю ущербность всей этой нашей системы я уже несколько лет рассказываю о фактах массовых фальсификаций по статье 130 а кто-то на этом просто зарабатывает до этого на этом зарабатывали полицейские ну конкретно денежки зарабатывали а сейчас на этом зарабатывает дбр вот скажем так такие вот дивиденды того что они вот смотрите какие классные правоохранители остальные факты будете расследовать или нет или так и оставить матчу вы пишли в полицию это круто как это за чекался мама не прыгай не знаю что без повести на добрый день ты хоть и бы почути так я пошла не люблю а моя так и добина там побежать я подлял